Теперь это творчество останется яркой страницей в истории. Интересный опыт длиной в 4 месяца для региона подошел к концу. Осенью за первые недели системы QR-кодов предприниматели понесли сокрушительные убытки. Пустые кинотеатры, рестораны и тренажерные залы. При этом все понимали, за эти потери в итоге заплатит потребитель. Несмотря на то, что во многом система QR-кодов в регионе провалилась, никто же не станет отрицать, что должным образом эти QR-коды никто и не проверял. Все же свою главную роль они сыграли. С ноября по декабрь в крае от коронавируса привилось почти 300 тысяч человек. Моя позиция была и, наверное, многих о том, что реально это пути заражения коронавирусом, они не в торговых центрах и не в барах и кафе. То есть мы все понимаем, что это основное, это транспорт, конечно, это магазины продуктовые, где люди стоят в очереди, и другие те, на которые мы никак не могли эти ограничения наложить. Фактически мы же видим, что реально у нас многие те, кто обязаны проверять QR-коды, особенно в последнее время, этого уже не делают. Ну, действительно, не везде проверяли. Поэтому, наверное, это бессмысленно было, поэтому хорошо, что и убрали, потому что, ну, какой смысл, если это все равно не везде. Охранники, поскольку, когда требовали, показывали, если какие-то могли быть послабления, может быть, надоели уже. Часто же даже охранники не проверяли QR-коды. Их можно было и не как-то, ну, не делать этого. Еще в феврале ежедневно в регионе выявляли по 4000 заболевших коронавирусом. Сегодня заболеваемость спала в два раза. Также снизилась нагрузка на поликлиники и скорую помощь. Вслед за отмены QR-кодов в крае смягчили еще ряд антиковидных мер. Отменяется изоляция для жителей региона старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию. А также снято ограничение по предельной заполняемости театров, клубов, спортивных объектов и цирков. Послабление ограничительных мероприятий – это не полное их снятие и отказ от них. Это всего лишь тот формат разговора, когда люди спокойно могут посещать общественные определенные места без предъявления QR-кодов. Никто не отменял масочный режим, то есть ковид никуда не делся. Кстати, теперь жители региона, которые хотят пройти ревакцинацию, могут привиться не спутником ЛАЙТ, а спутником ВИИ. Если человек никогда не прививался, ему, конечно, нужно поставить спутник ВИИ двукратно. А потом уже можно… А потом, если человек переболел, через 6 месяцев можно поставить один компонент. Или человек ранее был привив. Специалисты не исключают, что в будущем регион может вернуться к системе QR-кодов. А чтобы этого не случилось, необходимо прививаться каждые полгода. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.